Новые жертвы стократного увеличения платы за ОДН. Мы уже рассказывали о том, как жителям на квартирного дома в Кстове местные коммунальщики подняли плату за горячую воду на общедомовые нужды в 164 раза. Горячая вода для общедомовых нужд в принципе практически не нужна, но жителям на квартирного дома, которые и так каждый месяц платили ОДН на горячую воду, дополнительно требуют более 1 миллиона рублей. Это в общей сложности со всего дома, только за ОДН по горячей воде. После этого сюжета к нам стали обращаться жители других районов Нижегородской области, которые тоже сообщали о резком в десятки раз увеличении платы за ОДН по многим статьям. И вот еще один странный случай из Ленинского района. Жителям на квартирного дома начисли плату за ОДН по электричеству в 105 раз больше обычный. Электроэнергия, содержание общего имущества, то есть 83 рубля 13 копеек. В марте месяц пришла квитанция 8781 рубля 34 копейки. Это более чем в 100 раз. Содержание 60,18. Это за февраль 2023. Просрочек никаких нет. Далее. Далее. Смотрим марк. Опять же, содержание. Ведем. 6357. Ну, 105 раз посчитали, 105 раз. Семь лампочек в подъезде. Но не все работают при этом. Вот, смотрите, две лампочки и рабочая только одна. Нервно-сберегающая ее видно, то есть потребление меньше. Мы с жильцами посчитали только с нашего подъезда ОДН 115 тысяч рублей. За год мы платили раньше 8 тысяч всего. То есть с разбивкой. Откуда такие суммы? Встроенные в дом арендаторы вполне могут вырабатывать электроники. В каком смысле? Потому что разводка магистралей в каждый подъезд проходит по подвалу. И там у каждого подъезда есть коробка распределительная, которая... И всегда можно в эту коробочку подключиться, врезаться. И получится электроэнергия. Она, может быть, на счетчик дома будет наматывать. Смотрите, здесь у нас салон красоты. Дальше у нас идет магазин посуды. Дальше магазин разливных напитков. Далее находятся пункты выдачи маркетплейсов различных. И дальше еще сетевые продуктовые магазины. Как мы видим, здесь еще расположено кафе. Вот стоит столб. К нему идет кабель от нашего дома. А скажите, пожалуйста, у вас электроэнергия откуда? От дома? От чего занимается? Не занимается? А как мы можем не снимать? У нас УДН за электричество пришел в 104 раза больше. Вы как платите за электроэнергию? Вы как платите за электроэнергию? Мы уже у нас все и пьес. Вот этот кабель от этого столба идет к вам в кафе. Это оттуда, знаете, вот оттуда кабель идет, туда в ту сторону идет. Нет, а вот это что за кабель? Это просто держите, ставьте. Это тросы. Смотрите, пожалуйста. Как это тросы, если там за кабель уходит в дом? Это не трос. Это не трос, да. Это кабеля. Кабеля уходят в дом, все видно. Здравствуйте. Скажите, а у вас электроэнергия самостоятельно выведена или от дома? Мы вот жильцы дома, у нас платежки просто пришли завышенные. А у вас электроэнергия от дома, от домового кабеля? Да, от домового кабеля. Кстати, у меня в этот месяц пришло от ЖЭКа 10 тысяч больше суммы. Ну, я это оплатила, так как у меня в салон, чтобы свет не выключили. Но 10 тысяч это чересчур много. То есть вы там 10 платили и плюс еще 10, и того 20 получилось. Да, 20 с лишним тысяч я оплачивала этот месяц. Магазин работает круглосуточно, вот этот. Здравствуйте. Девушка, а нам платежки к всему дому пришли больше? А можно позвать руководителя или кого-то, с кем можно поговорить? Счет за ОДН вам пришел какой-то за электроэнергию за март месяца? 26 тысяч рублей. У нас за подъезд в этом месяце нам начислили 115 тысяч рублей. Я только за свою квартиру плачу 9 сейчас. 9 только за электроэнергию, за лампочку в подъезде. А за подъезд 115 тысяч. А вот за наш дом 600 тысяч сейчас нам прислали. А я тут почему? А вот мы вас ни в чем не обвиняем. Мы пытаемся найти, откуда это. Мы самостоятельно, кто подворовывает, разобраться не можем. Итак, жителям самим найти причину стократного увеличения платы за ОДН не удается. В дом управляющей компании сообщают, что подобные корректировки платежей вызваны новой системой перерасчета годовых платежей. В дом за год подается определенное количество ресурсов. Вода, электричество. Жители платят за свои квартиры по счетчику, а все, что сверху, просто списывают на ОДН. Утечка это, незаконная врезка, сматывание счетчика кем-либо. Что угодно. Ни коммунальщикам, ни ресурсознаборающим организациям с этим можно теперь и не разбираться. За все заплатят жители. Согласно 92-го постановления правительства Российской Федерации, изменен порядок расчетов по содержанию общего имущества. По данному адресу мы вопрос взяли на изучение и, соответственно, написали письмо в ТНС в части электроснабжения для того, чтобы ТНС прокомментировал порядок расчетов и как начислялась данная сумма. Мы со своей стороны убеждены в том, что никаких сторонних подключений по нашим домам нет, потому что мы это регулярно контролируем. Конечно же, главный вопрос в этой истории нужно задать компании ТНС Энерго. Мы его задали. Еще на прошлой неделе мы написали запрос в эту компанию с просьбой прокомментировать такое 105-кратное повышение платы за ОДН этому конкретному дому. Там пообещали разобраться, но мы уже, повторюсь, почти неделю ждем ответа и результатов этой проверки, но результатов проверки так и не оглашают.